Сначала я с Матином Андеевым. Я с Матином Андеевым. Я с Матином Андеевым. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 В сентябре вы получаете еще много красивых цветов. Это локальные цветы? Да. Очень красивая гирлянда, несмотря на то, что сейчас зимнее время. Местные цветы. Бхаджа-харимана означает «воршип». С вашей головой мы должны обрабатывать Шри-нанда-нанда-нан. Шри-нанда-нанда-нанда-нанда – есть «ван, кто дает наслаждение Нанда-махарадже». Бхаджа-ху-ре мана значит, что нужно умом служить кому? Шри-нанда-нанда-не то, кто доставляет наслаждение Нанда-махарадже. Реан? То есть своим умом нужно поклоняться Кришне. Следующая строчка, Абхай, значит, бесстрашный. Мы все знаем, кто такой Абхай. Прабхупат's name, Абхай-чаран, A-B-A-C, Абхай-чаран. So here, Абхай-чаранаравиндари. This song is saying, by worshiping Lord Krishna, you will become fearless. And if we take shelter of the lotus feet of Lord Krishna. Prabhupada's name was Abhai-чаран, but then when he got initiated, his Guru Mahārāj changed his name to Abhai-chara and Aravinda. Not just Chara and his feet, but Chara and Aravinda means lotus feet. Of course, his name was Abhai-chara and Aravinda Das, the servant of Lord Krishna who has lotus feet. Конечно же, его имя было Abhai-chara and Aravinda Das, то есть тот, кто служит этим лотосным стопам Кришны. So we have to train our mind also that we will fix our mind on the lotus feet of Lord Krishna. Нам нужно тренировать свой ум, практиковаться в том, чтобы сосредотачивать свой ум на лотосных стопах, Кришна. And he said, Dullabha-mānava-canama-satsange-kara-ho-ye-babo-sindure. Dullabha-mānava. Dullabha-mānava-jana-ma-satsange-kara-ho-ye-babo-sindure. Dullabha-mānava-mānava-jana-ma-satsange-kara-ho-ye-babo-sindure. It's fairly rare to get the human form of life. Haribo. There are so many species of life, eight thousand eight million four hundred thousand different species of life. Существует огромное количество различных видов жизни, 8 миллионов 400 тысяч, и обрести человеческое рождение — это большая редкость. Мы очень удачливы, что получили человеческое тело. После многих рождений и смерти, мы наконец-то получили это тело человека. И мы еще более удачливы, так как у нас есть общение с преданными. Санга обозначает общение, а сад означает вечность. И мы приходим сюда каждый день, каждое утро, каждый вечер, для того, чтобы общаться с этой вечностью. Господь Штанья однажды спросил, как распознать преданного Кришны. Читания Махапрабу спросил, как распознать. Он сказал, Асад Санга Тьяга и Ваишнав Ачаль. Асад Санга Тьяга означает, что что-то материальное. Мы отказываемся от общения с материальным, чтобы начать общаться с духовными вещами. Мы приходим сюда, чтобы повторять святое имя и читать такие священные писания, как Шримад Бхагаватам. Это и есть сад Санга. Это и есть общение с вечными вещами. Святое имя вечно. Имя Господа вечно. Слава Господа вечно. Бхагавадгита вечно. Бхагавадгита вечно. Бхагавадгита вечно. Кришна говорил, не просто говорил Бхагавадгита 5000 лет назад. Он говорил это миллионы лет назад. Он говорил с Солнца миллионы лет назад. Он говорил с Солнца миллионы лет назад. Поэтому знание, которое несет в себе Бхагавадгита, оно было проявлено не пять тысяч лет назад, а миллионы лет назад. Это вечное знание. И мы хотим слушать это регулярно, это знание. Это и есть общение. И общаясь с преданными, мы обязательно будем обсуждать Господа Кришну. Мы видим в Шримадбхагаватах. Сейджи спрашивают Сута Госвами, О, что случилось? Что случилось, когда Сукадеву Госвами пришел туда? Что они сказали? Они спрашивают, о чем говорили Видура и Матрея, когда они встретились? Они спрашивают, о чем говорили Видура и Матрея, когда они встретились? Они хотят слышать эти обсуждения, которые вели эти великие преданные. В этом цель общения. В Бхагава-гита, Lord Krishna describes the process of devotion. Right? There are four verses in the Bhagavad-gita, which are considered the nutshell verses of the Bhagavad-gita. The root of Bhagavad-gita. No. The nutshell verses. The essence of the Bhagavad-gita. Okay. Which are the essence of Bhagavad-gita. Just like there are chapter shlokhi Bhagavatam, the four original verses of Bhagavad-gita. The four original verses of Bhagavad-gita. And from those four verses, 18,000 verses, it expanded into 18,000 verses. So the Bhagavad-gita, there are four verses there, which the Acharyas tell us, these four verses are the essence of the Bhagavad-gita. While I remember, it's important for devotees to take the course of Bhagavad-gita. The courses which are offered online, like bhakti-shastri. Right? Have you all taken the disciple course? Disciple course? Iskan Disciple course? Yes. Not bhakti-shastri. Iskan Disciple course. Iskan Disciple course. Iskan Disciple course. Iskan Disciple course. I think Sinhishwara Prabhu teaches it. Yes. Radhapri. Who? Radhapri. Radhapri. Did they teach it? They came here? Did they come here and teach it? Or did you do it online? Online? No. Or did they come here or in online? Or did they teach it online? Yes. Sinhishwara Prabhu did it here. Pramatna Prabhu taught us this course, He gave us this course. Disciple course. Yes. Iskan Disciple course. И также есть курс учеников искон, а также курс Бхакти-шастри. Сейчас многие учителя не дают вторую инициацию, если человек не прошел Бхакти-шастри. Джайпатака Махарад очень строго к этому относится. Если вы хотите получить вторую инициацию, вы должны обязательно пройти курс Бхакти-шастри. И если вы закончите Бхакти-шастри, вы можете пройти курс Бхакти-вайбхава. Конечно же, это требует времени. Вы же все тут очень занятые люди, так? Тяжело трудитесь. Тяжело трудитесь. У вас не так много времени, но... Что касается Бхакти-шастри. Бхакти-шастри — это Бхагава-гита. Студить Бхагава-гита, Ишопанишад, и Нектар-преданность. Шримад-бхагава-гита — это огромное изучение. Это очень много времени. Но у Бхакти-шастри можно пройти этот курс. Но у Бхакти-шастри можно пройти этот курс. Обычно мы преподаем, как я преподаю для Бхакти-шастри. Я преподаю для Майапура. Мы преподаем один курс на субботу, и один курс на субботу. Каждую неделю. Вы же не работаете по выходным? Вы работаете по выходным? Нет? Иногда. Вы работаете по выходным? Она работала по выходным? Тогда вы можете слушать записи. Но это очень полезно пройти эти курсы. Изучить Священное Писание. Попытайтесь это сделать. Джайпатака Свами делал это. И он все равно это делает. Он все равно это делает. Он закончил Бхакти-вай-бхав, и теперь он учится на Бхакти-веданту. Бхакти-вай-бхав — это первые шесть песен Шримад-бхагавата. И Бхакти-вай-данта — это седьмой песен Шримад-бхагавата. И Бхакти-вай-данта — это седьмой песен, с двенадцатой. И он также воодушевляет всех своих учеников пройти эти курсы. Потому что если вы становитесь Бхаманом и не знаете Священных Писаний, то это нехорошо. Правильно? Правильно? У вас есть три анициации? Нет еще. Нет? 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 Пока нет. Наранги, у вас есть три анициации? Нет. 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 Гури Макараджи сказал ее, чтобы получить вторую анициацию, но она не получилась. Она не получилась. Нет. Чандрабана — это Бхамана. Да. Чандрабана — это Бхамана. Да. Это другое время. В любом случае, это хорошо. Если вы хотите быть Бхаманом, если вы хотите вторую анициацию, то вы должны изучать Бхакти-шастри. Это поможет вам думать о Кришне. Это поможет вам думать о Кришне. Итак, человеческое рождение — это очень редкая вещь, поэтому это огромная удача для нас. И мы еще более удачливы, так как у нас есть общение с преданными. И мы еще более удачливы, так как у нас есть общение с преданными. Благодаря общению с преданными мы сможем преодолеть океан материального существования. Дулла Бхаманова — джанамасат санге, тарахо е баво синдуре. Синдуре — это океан. И последняя строчка обозначает, что мы сможем пересечь этот океан материального существования. Но вы должны быть общение с преданными. Вы должны быть общение с преданными. Вы должны быть общение с преданными, чтобы преодолеть океан материального существования. Мы не сможем пересечь этот океан, просто держать за хвост собаки. Собаки могут плавать. Но вы не сможете держать собаку и переплыть этот океан. Подобным же образом мы не сможем пересечь океан материального существования, если мы будем поклоняться полубогам. Мы должны служить Верховному Господу. Мы должны сосредоточить свой ум на Господе Кришне, на сыне Нанды Махараджи. И если мы сосредоточим свой ум на Господе Кришне, мы станем бесстрашными в этой материальной жизни. Материальная жизнь, она полна страхов. Еда, сон, совокупление и оборона. Почему оборона? Потому что мир полон страхов. Мы можем видеть, как маленькие птицы, только кто-то подходит, они сразу улетают. Маленькая мышка, она выбегает, оглядывается, если видит кого-то, тут же убегает. Все живые существа здесь полны страхов. И мы также все полны страхов. Мы постоянно думаем, о, мои деньги обесценятся. Если вдруг рубль упадет. Или доллар вдруг обесценится. Этот мир всегда полон страхов, потому что мы даже не знаем, когда этот мир придет к своему концу. В любой момент может случиться война, страны могут вступить в войну и просто уничтожить друг друга. Мы знаем из истории, была первая мировая война, вторая мировая война. Также может случиться еще одна мировая война. Также мы опасаемся различных вирусов, например, был ковид. И мы постоянно в беспокойстве, что новые вирусы будут появляться. И каждый он будет еще страшнее, чем предыдущий. Ну, ковид это был так, цветочки, а вот следующий вирус. И все в панике, в страхах, что же нам делать? Вакцина, точно, вакцина защитит нас. И люди начинают ставить вакцины, принимают прибежищу вакцины. А кто-то зарабатывает на этом миллионы долларов, на этой вакцине. И становятся самыми богатыми людьми в мире благодаря этой вакцине. И они говорят, что будет больше вирусов, нужно получить больше вакцины. И продолжают поступать информация, дальше еще будут вирусы, покупайте вакцину. Все живут в страхе, и они хотят, чтобы вы жили в страхе. У преданных они ничего не боятся. Преданные они просто предаются к Кришне. Кришна говорит, что мой преданный никогда не погибнет. Мы говорим, подождите, но преданные же умирают. Например, Бхатичарусвами заболел этим вирусом и умер. Панкаджангари Прабу был пуджари в Майяпуре 50 лет в Майяпуре. Он также оставил тело. Но для преданного это не проблема. Потому что Кришна позаботится о нем. Куда бы он ни отправился, он будет и там служить Кришне. Он оставляет одно тело, но получает другое тело, в котором также будет служить Кришне. Для преданного это не проблема. Для материалистов это проблема. Потому что они не знают, куда они отправятся дальше и какое тело они получат. Но преданный об этом не волнуется. Он будет просто продолжать служить Кришне где-то в другом месте. Но в карме мы не знаем, что дальше с ним случится. Он может попасть в любую форму жизни. А если он так и не получит милость Кришне. Итак, первая строка говорит о том, что мы должны служить Кришне. К лотосным стопам Кришне. Вторая строка говорит нам о тех ужасах, которые поджидают нас в материальном мире. Здесь говорится о том, как тяжело же выжить в материальном мире, что люди работают и день и ночь. Для многих людей в мире одной работы недостаточно. Они имеют одну работу днем и еще одну работу вечером. Денег от одной работы недостаточно. То есть и днем идут на одну работу, и вечером вместо домой идут на еще одну работу. И еще третью работу на выходных. Три работы. Материальная жизнь такова. Вы работаете день и ночь, да еще и на неприятных людей. На некоторых людей очень трудно работать. Они очень скупые. Они постоянно золяются, жалуются. И приходится работать в разных условиях. Иногда слишком жарко, иногда очень холодно. Иногда идет сильный снег. Но вам все равно нужно идти на работу, несмотря на этот сильный снег, потому что у вас встреча, вас ждут клиенты. Нам приходится терпеть так много трудных условий. И все мы это делаем только для того, чтобы служить этим неприятным людям. И они будут вам платить какие-то гроши. Они вам много все равно не дадут. И приходится работать в таких условиях. Материальная жизнь такова, это не самое приятное место. Мы можем experience here. So, he's describing like this. Both in the day and the night, both in the day and the night, I remain sleepless, suffering the pain of the heat and cold, the wind and the rain. For a fraction of flickering happiness, I have uselessly served wicked and miserly men. Итак, во втором стихе говорится, днем и ночью я не знаю покоя, страдаю от жары и холода, ветра и дождя. Ради крупицы мнимого счастья я стал никчемным слугой порочных и скупых людей. Бхак Тибинад Такур, в молодости он работал в магазине продавцом, он продавал какие-то там товары. И однажды такое случилось, что одному из покупателей он дал неправильную сдачу, он дал меньше, чем необходимо. И этот мужчина не заметил, он ушел. Но Бактивинонтаку через какое-то время понял, что он дал ему неправильную сдачу. И он догнал того человека, извинился за то, что он дал неправильную сдачу и вернул то, что не хватало. И человек, на которого он работал, владелец того магазина, сказал так, ты больше работать здесь не будешь, ты слишком честный. Бактивинонтаку был такой опыт, что находясь в бизнесе приходится хитрить. Итак, множество людей терпят все эти условия, холод, ветер, дождь, жару, и получают какую-то мнимую крупицу счастья. Счастье, которое длится как мгновенье. Вам приходится работать весь день, трудиться весь год, чтобы потом отправиться в Дхаму. Вы отправляетесь туда на неделю или две, а потом снова приходится месяц за месяцом работать. Вы едете в Сочи на неделю или две, наслаждаетесь там и потом возвращаетесь. Работа, опять работать, опять дождь, опять снег, опять слякоть. О, я поеду в Сочи. Останусь там на пару дней и придется возвращаться. Нам приходится очень тяжело трудиться ради крупицы счастья и наслаждения. Нам приходится прикладывать столько усилий, чтобы хотя бы немного понаслаждаться. В третьем стихе объясняется подробнее, что же мы должны делать. Здесь говорится, как можно надеяться, что богатство, молодость, дети и другие близкие могут принести подлинное счастье. Люди работают очень усердно, чтобы заработать деньги. Деньги – это все. Но, потому что мы имеем деньги, это не значит, что мы счастливы? Есть много богатых людей, и это очень несчастные люди. Когда у вас есть большие деньги, вы привлекаете много не тех людей. Они любят вас просто за ваши деньги. На самом деле, до вас им дела нет, им интересны ваши денежки. Хорошо, у вас нет денег, но, может быть, вы молоды. Но как долго вы будете оставаться молодым? Каждый день мы стареем. Каждый день солнце встает, день проходит. Вы можете сказать, я 30 лет уже умираю. Каждый день мы становимся все ближе и ближе к смерти. Мы не знаем, когда наша жизнь закончится. Как будто мы не звоним. Тебе, ты знаешь, права Вишна, ты он, знал? Он часто приехал. Он結婚. Он結婚 в старом в сиху. Он結婚 купил в пятьдесят пятьдесят. Он結婚. И, например, как случилось с Прабхавичной Прабху, он женился в очень позднем возрасте, в пятидесяти лет, и женщина, на которой женился, она умерла через год. Мы не знаем, сколько продлится в нашей жизни, когда придет конец. Мы были все шутки. Он был 70, она был 52, но она умерла. И мы от этого обычно в шок попадаем, потому что мы не знаем, мы не ожидаем, кто будет первым. Но нам всем придется уйти когда-то. Как Прабхупада говорил, смертность, она 100%. Каждый, кто рожден, обязательно умрет. Кришна говорит в Бхагавагите, «Дрювам-джанма-мриташья-ча». Кришна говорит в Бхагавагите, что тот, кто рожден, для него смерть предопределена. «Да, вы молоды, но как долго вы будете оставаться молодыми?» «Иногда люди очень радуются, когда у них появляется сын. «О, у меня родился сын». Но сын вырастет, он уйдет. Уйдет в армию. И вы не знаете, когда он вернется, если он вернется. И вы не знаете, когда он вернется, если он вернется. Все эти вещи, они не защитят вас. Мы видим, что мои семьи, они защитят меня. Люди думают, моя семья, члены семьи защитят меня. Но они никак не могут спасти нас. Так что, песня говорит, что эта жизнь как вода на лепестке лотоса. Здесь говорится, что эта жизнь так же непостоянна, как капля воды на лепестке лотоса. Мы стояли в одном месте, в Китае, и там был Тамакришна Госвами. Мы хотели ему послужить, но он не принес тарелку, куда можно было положить прасад. Он пошел в сад и увидел, что там в саду есть пруд, где растут лотосы. Он сорвал один из этих листов лотоса, и мы подали прасад ему на этом листе. Вы когда-нибудь скушали прасад с листьев банана? Да? 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 Правда? Банана листья водонепроницаемые, водонепроницаемые, вода не проходит сквозь них. И листья лотоса, они такие же. Можно принимать прасад с листьев лотоса. Можно принимать прасад с листьев лотоса. Он показывает пример, он говорит, что когда капля попадает на лотос, она скатывается обратно в воду. И этот пример, он прекрасно показывает, какова жизнь. Эта жизнь так же, как капля, она стекает обратно в воду. Жизнь заканчивается, и мы будем вынуждены родиться где-то в другом месте. Никто не помнит, кем он был, кто была его семья. Все, все будет забыто. Так какое же решение? Решение в том, что мы должны служить Господу Хари. И как ему служить? Так что он дает девять методов служения. Шраванам, Киртанам, Смаранам, Падасейванам. Так что, кто достиг совершенства в слушании? Кто слышал? Кто достиг совершенства в слушании? Киртанам. И кто достиг совершенства в слушании? Киртанам. Сухадев Госвами. Правильно. Сухадев Госвами. И потом Смаранам. Кто достиг совершенства в слушании? Киртанам. 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 Божи Пейн. Придху? Акрура. 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 Пуджа. Пуджана Пуджана Сахиджана Пуджана Арчана Божи Фейн Пуджа Пуджа Кто предлагал молитвы? Пуджана Акрура Акрура Пуджана Арчана Притху Махарадж Акрура Пуджана Притху Махарадж И Дашья Кто служит? Хануман 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 Он всегда Оставался слугой И жаждал служить Господу Рами И Сакья Арчуна Атмани Ведена Прелывала Акрура Рукмени Рукмени Акрура Рукмени тоже приly dispositив «Новville» Центра Рукмини Рукмини Она reinставляла как вyurah Махарts she was able to give up her life что Мужьяна была готова рождаться жизнь за жизнью. И Сакхиам и Атма-Нивединам — это очень сложные процессы. Для того, чтобы стать таким другом, как Арджуна, это нужно особое встрече. И тем более, чтобы отказаться от всего, это очень сложно. Но мы можем первые два делать — Шраванам и Киртанам. Киртан особенно очень важен. Благодаря хорошему Киртанам и Смаранам. И особо важен именно Киртан. Благодаря хорошему Киртанам обязательно будет Шраванам и благодаря этому будет Исмаранам. Поэтому мы воодушевляем всех проводить как можно больше Киртанов. Чем будет больше Киртанов, нам будет проще помнить. И когда мы помним о Господе, нам проще служить Ему, нам проще все Ему предлагать. И также, пока мы будем все Ему предлагать, мы будем повторять молитвы. И таким образом мы будем служить Его лотосным стопам. И так мы сможем стать слугой, другом и в конце концов отказаться от всего. Так можно прогрессировать, соблюдая все эти девять процессов Бхакти. Итак, эта песня, она очень знаменита, известна среди преданных. Преданные повсеместно, они могут петь эту песню. ПЕСНЯ Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 «… «… «Симон» 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 Например, был такой преданный Билвамангал Атаку, была такая личность, это был поэт и у него была связь с куртизанкой, которая пела песни. И в один день отец Билвамангал Атаку, он умер, он должен был пойти на похороны. И сразу же после кремации, как только это закончилось, у него было непреодолимое желание увидеться с Чинтамани. Но в этот день была ужасная погода, был шторм, буря и не было никакого парохода, чтобы пересечь реку. И обычно, чтобы добраться до дома Чинтамани, нужно было пересечь реку на пароходе, но так как похода была неподходящая, никакого парохода, никакого транспортного средства там не было. Но тогда он увидел, что там что-то плывет в реке, он подумал, о, с помощью этого я переберусь через эту реку. Но этим предметом оказалось что-то мертвое тело. Так или иначе, при помощи этого тела он перебрался через реку. Но когда он оказался возле дома, и ее жилье, жилище, оно было закрыто, были ворота закрыты. И тогда он увидел, что там что-то свисает со стены, он думает, ну, с помощью этого я подымусь на стену. Это оказалась змея. И все-таки он схватился за эту змею, он забрался на забор, через забор и стал стучаться в дверь с Чинтамани. Я открыл, я очень хочу увидеться с тобой. So, Чинтамани came and opened the door, and she said, oh, you're so eager to enjoy with me. You've come in this weather, you've come, you've put up with so many, the weather is so bad, but still you're so eager, you've come so far all the way here just to enjoy with me. If only you had the same eagerness to see Krishna. И когда Чинтамани его увидела, она сказала, в такую непогоду ты пришел сюда, должно быть твое желание было увидеться со мной таким сильным. Если бы у тебя было такое же сильное желание увидеть Кришну, служить Кришне. So, when she said the words, if you had the same eagerness to see Krishna, it went right into the heart of Bilva Mangal Thakur. И в тот момент, когда она произнесла эту фразу, если бы у тебя было такое сильное желание увидеть Кришну, эта фраза, она проникла в сердце Bilva Mangal Thakura. And he thought, yes, Krishna, I should be so eager to see Krishna. И в этот момент он подумал, точно, я должен гореть желанием увидеть Кришну. And he turned around and decided he should go to Vrindavan. Он развернулся и решил, что ему нужно идти во Vrindavan. So, he said, later, he said that Chintamani, when she spoke to him, it was actually his guru speaking to him through her. Позже он сказал о том, что в тот момент, через Chintamani, говорил его духовный учитель. In his previous life, he had already been a very advanced devotee. В своей предыдущей жизни он был очень возвышенным, преданным. But he was not able to get perfection. Но он не смог достичь совершенства. И ему пришлось родиться вновь, и он стал поэтом, стал писать прекрасные песни. И он оказался в этих отношениях к Chintamani. And she would sing his songs. The songs he wrote, she would sing for him. So, she ended up speaking to him, like his guru. She told him, if only you were so eager to be with Krishna. So, he thought, yes, she is right. I should be so eager to be with Krishna. И в этот момент он понял, да, она права. Я должен так же, так сильно хотеть увидеть Кришну. So, he turned and he went to Vrindavan. Он развернулся и ушел во Vrindavan. He said, his guru came to him through that woman. Он сказал, что гуру пришел к нему через эту женщину. И духовные учителя, они могут устраивать подобные вещи. So, that we can come back to Krishna. Для того, чтобы мы смогли вернуться обратно к Кришне. Это один пример. Ага, next question. You want to say, should we? Может, потом это в чат, наверное. Может, давайте, мы пришел раз забыли про чат. Да, давайте, может, наверное, сразу начнем отсюда. Здесь всего три вопроса. Почему люди готовы терпеть суровые аскезы ради материальных целей, но не хотят ограничить себя ради преданного служения? Why people are ready to tolerate so... Я все слова забыла. Суровые аскезы. Asterities. They are ready to tolerate austerities in this material world, such a rain, hot, and other things, to gain material things, but they don't want... To take restrictions. To restrict themselves for devotional service. They want... They don't want to restrict themselves. Ограничить себя. To take restrictions. They won't take those difficulties. They won't accept those hardships. Yes. For devotional service. Yes. They do so many things to gain material things, but they don't want to do this to spiritual approaches. Well, that means they're not very serious about devotional service. I think that means people in general, not about devotees. Right. Yes. People in general. They're not very serious about devotional service. So. In general. People in general. They don't want to be a certain person. That means people in general. That means people in general. But to get Krishna consciousness, you have to be willing to sacrifice and to accept all these difficulties. Но для того, чтобы развивать сознание Кришны, мы должны быть готовы к этим жертвам, мы должны быть готовы к этим самограничениям. Мы видели, как много пришлось пережить царицы Кунти. Ей пришлось пройти через столько сложностей и проблем. Ее подожгли в доме. Биму пытались отравить. Оскорбление Драупади ее пытались раздеть. Все пандавы, они были сосланы в изгнание. Им пришлось оставаться в лесу 12 лет. А позже им отказали в земле, и началась война на Курикшетре. А затем пять сыновей Драупади были убиты. Абхиманью был убит. К царице Кунти пришлось столько перенести. Ей пришлось перенести столько потрясений. Пандавы также очень много страдали. Им приходилось попадать в такие сложные ситуации. И Прохлада Махарад, через что ему пришлось пройти. Как его отец относился к нему. Махараджик Парикшет прокляли на смерть через семь дней. Всего лишь за какую-то маленькую провинность. И преданные, они принимают все эти сложные ситуации. Потому что они помогают им приблизиться к Кришне. Шрила Прохлада Махараду пришлось пройти через множество сложностей. Просто после того, как он принял Саньясу, он отправился во Вриндаван. И там его поднул бык. Он не мог войти домой, но никто не мог о нем позаботиться. А в Америке у него украли пишущую машинку и все его рукописи. Он также страдал от многих сложностей. Но он все видел это как какой-то тест, как проверку от Кришны. Кришна хочет посмотреть, сколько трудностей ему готовы перенести ради того, чтобы служить ему. Иногда нам приходится страдать каких-то телесных недугов, заболеваний. Господь Кришна смотрит, насколько мы решительны в преданном служении. У многих преданных такие проблемы. Еще одна проблема – это бедность. Например, Калавейха Шридхар, он был очень бедным. Но в то же время ему ничего не нужно было. У него было несколько банановых деревьев, и был небольшой доход с этого. И с этого скромного дохода 50% утратил всегда на поклонение матери Ганге. И Читания Махаприбунх ответил дать ему благословение. Он сказал, скажи мне, что ты хочешь. Но Калавейха Шридхар ответил, мне ничего не нужно, я уже счастлив. Я просто хочу продолжать то, что я уже делаю. Он сказал, что маленькая птичка, она живет в гнезде, а царь, он живет в огромном дворце. И каждый из них наслаждается и страдает согласно их карме. Он сказал, моя карма – это быть бедным. Зачем что-то менять? Просто дай мне продолжать мою пуджу. Это есть решимость преданных. Харидас Такур, он был мусульманином, ему говорили, ты не должен повторять Харе Кришна мантру. Ты же мусульманин. Но Харидас сказал, что так много мужчин have become мусульманин. Я только один человек, который chanting Харе Кришна. И он ответил, существует так много мусульманинов, я всего лишь один мусульманин, который повторяет Харе Кришна. Не такой большой бред. Но судья был недоволен этим ответом, и он приговорил его к избиению на 22 площадях. Но Харидас не жаловался. Он просто продолжал повторять Харе Кришну. В этом природе преданных они продолжают терпеть все эти сложности. И это терпение, способность переносить трудности, это качество, которое помогает приблизиться к Господу. Давайте, давайте тогда из зала. Харе Кришна. Да, пожалуйста. Харе Кришна. Ну, обычно решимость наступает утром, и, кстати, решимость уйдешь в алтарную читать, повторять все эти имена, и через пять минут десять твой уже блуждает по всей вселенной, и вся решимость куда-то облетучивается. Вот почему так происходит. Угу. Я повторю вопросы. Обычно по утрам есть решимость, ты встаешь, идешь в алтарную с этой решимостью, садишься повторять джапу, и через пять-десять минут эта решимость куда-то улетучивается, ум начинает блуждать. Почему так происходит? И что с этим делать? Угу. Золотина. 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 azt елка. Это четкое царство. Текст. Отмечения. 0 Итак, поначалу у нас нет никакой решимости, но нам нужно практиковать эту решимость. Нужно захотеть очень сильно. Если у вас будет достаточно сильное желание повторять Харе Кришну, вы будете это делать. Решимость такая слабая, это означает, что желание повторять Харе Кришну тоже слабое. Если бы у вас было больше желания, вы бы повторяли. Нужно увеличивать свое желание повторять Харе Кришну. Нужно увеличивать свое желание повторять Харе Кришну. Нужно принять на себя обет и стать очень серьезным в повторении. Это качество, оно уже есть. Просто нужно захотеть это качество в себе развить. Но если сдаваться очень легко и просто, это не очень хорошо. То есть, вам нужно общаться с теми, у кого есть эта решимость. Общение с таким преданным, оно может очень помочь. Когда вы общаетесь с тем, кто повторяет, вы также будете повторять. Если вы видите, что он повторяет, и вы также будете повторять. Кто-то, кого вы уважаете, кому вы готовы подчиниться, повиноваться. У вас должно быть желание хотеть повторять. Если вы думаете, что это не так важно, ничего страшного, то вы не будете повторять. Преданные рассказали мне такую историю, что однажды в Мумбаи преданные находились в огромном здании, внутри огромного здания. И вдруг началось землетрясение, это здание начало трясти. Люди попытались побыстрее выбраться с этого здания, они побежали из него. Это была середина ночи, это была кромешная тьма, они выскочили на улицу и стали очень внимательно повторять. Хре-Кришна, Хре-Кришна, это была самая лучшая джапа, которая у них только была. Если сейчас прямо перед вами обрушится здание, развернется земля и вы просто туда упадете, то вы будете очень внимательно повторять. Вы должны ощутить, насколько страшна ситуация, в которой вы сейчас находитесь, материальный мир. Кришна, Хладини, Давидаси спрашивает, можно ли киртен заменить хоринамой? Вместо киртена идти в хоринаме, и такой киртен тоже приведет к тому, что будет легче помнить о Господе. Вместо киртен, можно ли киртен заменить хоринаму, и этот киртен тоже приведет к тому, что вы помните о Кришнах. Киртен? Вместо киртен, если вы делаете киртен, то проживаете Харе-Кришна, да? Здесь имеется в виду, что киртен это повторение смятых имен как джапа, или что имеется в виду? Нет, она говорит, можно ли не собираться, видимо, преданными на киртен, а просто ходить на улицу, на хоринаму. Эквивалентно ли хоринаму на улице нашему совместному киртену? Да, это одно и то же, это также хорошо. Но когда вы идете на улице и поете хоринаму там, то это вы проявляете милосердие к другим. И чем вы больше проявляете милосердие, тем больше милости вы сами получаете. Когда вы идете на улицу и поете там, все люди, которые услышат это, они получат благо. Я знаю, что в этой цели, они иногда идут киртену, да? Они идут киртену и идут киртену? Да, мы идут киртену. На сборке. Да, на сборке. Они идут киртену и идут киртену. Так что, это хорошо. Мы дали хоринаму на набережной реки. Это очень благоприятно. Господь Чайтанья вынесла хоринаму из храма. До Господа Чайтанья, киртены проводились только в храмах, но Господь Чайтанья вынес киртены на улице, вывел их на улице, потому что в храмах они не такие громкие. Мы не пускали в храмы. Мы не можем в храмы, и мусульмам не можем в храмы, и крестьянам не можем в храмы, и крестьянам не можем в храмы. Это должно быть хинду. Для того, чтобы попасть в храм, нужно быть хинду. Индусам не пускают христиан, мусульман. Поэтому Господь Чайтанья вынес киртену из храма. Поэтому Господь Чайтанья, Он вывел киртен наружу, из храмов, чтобы раздать его всем. Каждый может повторять. Это более могущественно. Все получают милость, и это называется санкиртеном. Санкиртен как машин-ган. Санкиртен, это подобно пулемету. Все получают милость. Это и есть санкиртен. Это и здесь санкиртеном. Махарат, should we stop here? We have another question in the chat. Еще раз. По аномалии не мальчик? Ваш... Так. Через данную же вешимот в темную. Настя, через данную же вешимот в темную. По аномалии. По аномалии? Да, да, да. Простите, я... Не видела? Да, да. Я не слышу, даже я уже там. Ну, хорошо. Могли бы Вы поделиться воспоминаниями о первой встрече с Прабхупадой? Какие-то переживания? Вопрос. Могли бы Вы поделиться своим первым впечатлением о встрече со Шрилой Прабхупадой? Ну, да, то есть какие-то переживания, может быть, почувствовал, когда понял, что хочет передаться Шриле Прабхупаде. То есть, как Вы поняли, как он понял, что хочет передаться Шриле Прабхупаде. Could you share us your memories about the first meeting with Шриле Прабхупаде? How do you understand that you want to take shelter of him and follow his mission? How do we understand? How do you understand that you want to be in this... Simply go to temple and associate with the devotees. For the first time? Yeah. Go to the temple and meet the devotees and take part in all the activities with the devotees. Just like I was attracted to the devotees, I liked to be with them, and I liked their philosophy. Мне понравились преданные, я привлёкся преданными, а также мне понравилась философия. And then one day Prabhupada came, and then we all got initiated. В один день приехал Прабхупада, и мы все получили инициацию. Just like that. Таким образом. Что Вы говорите, попросите нам хоража завтрак? На завтрак, а после пяти годы приходите. На утренний вечер? От fisken створ��. Падхача вонюх. Падхач tests. Could we... Could we talk a little about Your, Prabhupada, could we share Your memories? Could we do Prabhupada, одинiende... …кидхаха вонюх? Maybe in the morning or in the evening, program? Or, in the evening? In the evening? у кого вот этот пропустим этот английский хорошо последнего последний лаской щенки башна виване спрашивает вчера вы говорили о остатках еды великих душ до маха маха просад что они очень могущественны верно ли то что мы должны принимать остатки пищи духовного учителя после того как получили его разрешение или когда духовный учитель сам нам отдал остатки своей еды в общем то есть мы должны принимать от окружающих учителей мы должны быть в снеге форма сана маха маха просадем и что они очень мощные活ки может быть даже не проверяться но он здесь не будет такая симуляция из них только на личную путь о том что вы должны получить permission to take his prasadam. Is it true? No, not necessarily. Нет, не обязательно. Prabhupada would just give the plate of prasadam and his sacred servant would take the remnants outside and distribute it to everyone, whoever wanted. Шел Прабхупада отдавал свою тарелку с prasadam самому секретарю и тот уже распространял всем остальным, все, кто хотят. Очень редко, чтобы Шел Прабхупада сам кому-то что-то давал. Бывало такое, что он давал печенье с утра детям. Ну, обычно нет. No, if you have the opportunity rather you have a right to accept the remnants of the spiritual master. You have a right. As a disciple, you have a right to accept the remnants of the spiritual teacher. Как только у вас появляется возможность, вы можете принять остатки пищи духовного учителя, потому что у вас уже есть право, вы его ученик. You don't need permission. But if you want to take permission, you can do it. Можно из зала вопрос? Из зала, да? Нет? Да, уже поздно. Если это короткий какой-то... А сколько время? Уже... Я хотел несколько важностей садхана-бхакти в уровне нашего. То есть какие-то такие мотивационные какие-то такие вещи. Можете сказать, короче, о важности садхана-бхакти? Просто сказать о важности садхана-бхакти. What is the importance of... What is the importance of sadhana-бхакти for our level? On our level. What is important? Well, that... That is very important for us. You know, it's... It's our... How we can nourish our creeper of devotion. We water the creeper of devotion by doing sadhana. You know, just like we said, the seed of devotion is planted. You have to do sadhana in order to nourish the creeper to grow. The seed will not grow unless you nourish it. You have to water it. So the watering process is our sadhana. Our advancement will depend on our sadhana. How regular we are and how determined we are to maintain sadhana to chant regularly and to hear regularly. Just eat prasadha not to eat other things. not to watch Bollywood movies movies not to play with the mobile phones all the time We don't play with the phone all the time. We don't play We don't play You get, you know, games on the mobile phone. People will play with games. Сейчас очень много игр на мобильном телефоне и люди постоянно там зависают. The man didn't come to get the bits. Speaking about work harder. He works. He works. He can't go tonight. He can't go tonight because he's working. He has a lot of work today. We can take it and передать ему and give it to him. Это Вадима Прабула. Это из Хабаровска. Мы же передали. Может быть... Он просил, чтобы через меня передать. Ну, пожалуйста, Маджин Рангель. Я не претендую. Маша, вы тебя нам отдадите. Он пойдет застанавливать. Пока. Сейчас позвоните. Потому что может... Вы тоже поедете? Да. А. У меня просто машина полная. Молодцы. Поедете? Так. Простенце. Чтобы сzione. Начинаем. Утро, wise. Утро есть. Утро. Утро есть. Вариторы, чтобы его жмер не подвижила. М 아파а. Малика. Утро. Утро. Вадиме, если вы здесь, и слышите, простите, пропустили вопрос, потому что Махарад уже себе засыпал, давайте мы это завтра, утром. Аритишна. 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 О, Рами. Рами, вы не должны делать это. Вадачи Наранги, вам говорят, как не следует делать это нехорошо. Хорошо не будут. Если люди не хотят, не стоит их заставлять. Тест? 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 Да? Тест? Ухараш, у меня есть что-то для вас. 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 Ухараш. Продолжение следует... Продолжение следует...